Уда Диркшнайдер И бывший вокалист группы Accept и нынешний предводитель своей группы Уда 22 апреля этого года выпустил свое новое творение, альбом My Way, который включает 17 кавер-версий Пластинка вышла на лейбле Atomic Fire Records Напомню, что совсем недавно, а именно в октябре прошлого года, Уда выпустил новый альбом, который стал уже то ли 17, то ли 18 полноформатником для коллектива Работоспособность этого человека можно только позавидовать, учитывая, что 6 апреля этого года ему исполнилось 70 лет С чем мы его и поздравляем Состав музыкантов для данной работы подобрался очень внушительный и уважаемый Ну, само собой, сам Уда вокал, гитарист Штефан Кауфман, бывший участник Accept, бас-гитарист Петер Балтас из Accept, гитарист Петер Коопс и сын Уда Свенберг Шнайдер на барабанах 70-летний юбилей все встречают по-разному, но Уда решил поностальгировать и поделиться с поклонниками теми музыкальными произведениями, которые оказывали на него влияние и вдохновляли в течение 50 лет творческой деятельности А лучший способ для этого – выпустить пластинку с кавер-версиями своих любимых песен, чтобы отдать дань уважения оригинальным исполнителям и придать им свой уникальный оттенок Песни, которые Уда выбрал для этой массивной работы, охватывают гамму практически каждой уникальной стилистической ниши в рок-спектре от психоделики конца 60-х до метал-музыки начала 80-х и даже наших дней включая как очень известных исполнителей игру, так и не очень известных, особенно в нашей стране Тут можно встретить как вполне ожидаемых исполнителей, таких как Юрай Хипп, Моторхэт, AC DC и Юдас Прист, так и весьма неожиданных Тина Тернер, Олс Хейм и Фрэнк Синатра Таким образом собраны все виды классики из истории современной музыки, в том числе и те, которые от Уда не ожидал никто За каждым треком стоит не только очень личная история, но и удивительная аранжировка, которая, несмотря на очень индивидуальную реализацию, живет и дышит стилем Уда Пластинка начинается с песни Faith Hill'а, шотландского рок-музыканта и вокалиста Алекса Харви и его группы The Sensational Alex Harvey Band Они были довольно популярны в Европе, но не имели большого успеха в США Уда прокомментировал Цитата Теперь, когда я слышу эти песни, я вспоминаю то время, когда, будучи очень молодым, я выходил на улицу и переживал все те истории и эмоции, которые можно пережить только поздно вечером в клубах Песня Faith Hill'а позволяет художнику почувствовать те дни, давно минувшей эпохи Далее идет кавер на очень известную композицию Fire, хита 68-го года британской психоделик рок-группы The Crazy World of Arthur Brown Следующая, более привычная и узнаваемая Sympathy с 10-го студийного альбома Firefly'а 77-го года британской группы Uri Hip Одна из самых лучших песен на представленной пластинке Еще одна неожиданность They Call It Nardbush от Тины Тернер Веселая и короткая песня, вносящая разнообразие на альбом Вот что не сказал сам музыкант Цитата Тот факт, что Nardbush также присутствует на альбоме, раскрывает секрет, о котором до сих пор редко рассказывали То, что до сих пор вряд ли кто-то знает Когда-то я был большим поклонником Тины Тернер и особенно ее голоса Мы всегда исполняли эту песню во время репетиции Accept в первые дни Это была одна из основ нашего репертуара репетиций в течение многих лет К сожалению, никаких записей об этом нет Что касается более привычных исполнителей То, например, исполнение композиции Man on the Silver Mountain группы Rainbow С их дебютного альбома 1975 года Написанной Ричи Блэкмором и Ронни Джеймсом Дио Оказывается более верным оригинальной студийной версии С точки зрения темпа и аранжировки Выглядит так, как будто Уда заменил Дио Напротив, кавер на Painted Black группы Rolling Stones Демонстрирует огромный уровень изменений Как в ощущениях, так и в аранжировке Является достаточно оригинальной и удачной хэви-метал версией данной композиции То же самое можно сказать и о кавере на великую песню группы Queen We Will Rock You Которая оснащена полностью металлической аранжировкой И едва ли звучит как оригинал Кроме того, на песню был снят очень прикольный видеоклип Кавер на песню Scorpions He's a woman, she's a man С альбома 1977 года Taken by Force С современным звуком и с более жестким исполнением Уда Звучит очень круто Очень похуже с оригиналом звучит Hell Band for Leader Группа Judas Priest с альбома 1978 года Killing Machine Единственное, кому какой голос больше нравится Уда или Роба Хелфорда Очень неплохо получилась версия на песню Rock and Roll Группы Led Zeppelin с альбома Led Zeppelin 4 1971 года Сама по себе яркая заводная композиция С современным звуком и голосом Уда Звучит просто отлично Есть на пластинке и проникновенная рок-баллада Jealousy Авторство шотландского певца и композитора Фрэнка Миллера 1977 года TNT группа ACDC очень подходит к стилю самого Уда Оригинального исполнения особо не получилось, да и надо ли Текст песни рассказывает историю моей карьеры, моих взлетов и падений, Всех хороших и плохих впечатлений, которые есть в жизни Для тех, кто решил жить как музыкант, просто нет пути назад Завершает альбом песня Фрэнка Синатра «My Way», В которой Дирк Шнайдер поет в нижнем регистре с очень проникновенным исполнением Очень подходящий способ закончить одноименную пластинку именно этой композиции В качестве вывода Уда на данной пластинке представил свой музыкальный путь и отдал дань уважения песням, благодаря которым он стал музыкантом Стоит отметить, что для 70 лет его голос неплохо звучит и он сам по-прежнему полон энергии Да, не все получилось на отлично, альбом можно было бы сократить и включить в него только те композиции, которые отличаются от оригиналов более интересными аранжировками Но в целом пластинка очень качественная и интересная На этом все Спасибо всем, кто досмотрел видео до конца И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok